Учреждение дополнительного образования – это кузница талантов, с уверенностью говорят участники семинара. Заведения созданы для поддержки и развития молодежного потенциала. За последние годы благодаря талантливым педагогам были замечены сотни одаренных девочек и мальчиков, которые получили путевку в дальнейшую творческую жизнь. Результаты бесспорно достойные, а потому оставаться на достигнутом будет неправильно. Работа с молодежью должна быть системной и планомерной. Она требует определенного опыта и знаний, постоянного поиска чего-то нового, пока неизведанного, но уже интересного. Важно раскрыть каждого ребенка и увидеть в нем самостоятельную личность. Это те центры, где у детей есть возможность раскрыть свои способности, реализовать свой талант и вообще реализовать свои дополнительные возможности. Конечно, мы все очень хотим, чтобы наши дети имели хорошие знания, поступали в учреждения образования, в вузы, в институты, в университеты. Но ведь очень важно, чтобы ребенок еще нашел свое «я» и, как я уже сказала, смог реализовать свои возможности. Семинар собрал в зале областного центра молодежного творчества около трех десятков участников. Это мероприятие традиционное, ежегодное. Здесь педагоги Брестского региона обмениваются опытом, получают новое знание о том, как правильно заниматься совершенствованием молодежного потенциала, а также развитием в ребенке каких-либо новых качеств. Направлений работы, как всегда, много. Среди них – проектная деятельность, позволяющая организовывать и проводить мероприятия самого разного уровня. Или еще одно относительно новое положение – создание дополнительных кружков технического творчества, позволяющих готовить и ориентировать свои знания на будущую перспективную и экономически выгодную профессию. Этому направлению в республике сейчас действительно уделяется очень большое внимание. То есть дети будут изготавливать очень интересных разных видов машинки, роботы, которые должны будут еще двигаться. Это очень важно, потому что нужно поднимать вообще престиж, наверное, технического творчества, потому что ведь это и развитие интеллекта ребенка. Это умение сделать своими собственными руками что-то и увидеть результат. Центры дополнительного образования детей и молодежи, кроме образовательной функции, имеют еще одну – воспитательную. Занимаясь в кружках и секциях, посвящая свое свободное время разумному досугу, у молодого человека просто не остается времени для плохих компаний или посторонних занятий. Во время обучения он полностью отдается делу, которое, к слову, может стать будущей профессией. Главная идея нашего творца – это идея творчества. Мы, конечно, хотим увести детей с улицы и занять их интересными видами деятельности. Будь то спорт, будь то танцы, будь то кулинария и многое-многое другое. Главное, чтобы дети были заняты, развивались, потому что на сегодняшний день дополнительное образование, перед ним поставлена очень высокая задача – дать путевку детям в жизнь.